Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Один у нас день остался этой насыщенной, крайне динамичной пятидневки. Давайте еще немного потерпим. Впереди выходные. Как и всегда, я рассчитываю на то, что вы проведете их замечательно, потому что в понедельник вы снова мне понадобитесь. Друзья, снова мы будем следить за событиями. Я буду делать брифинги, готовить контент для вас, чтобы вы были в курсе всего, что на площадках творится и происходит. Поэтому ни в коем случае не растеряйте запал, бодрость и хорошее настроение. Ну а сегодня у нас снова внимание будет приковано к британской валюте. Мне интересно, как фунт все-таки завершит текущую неделю. Да, сегодня на повестке уже нет никакого голосования, на которое мы могли бы с вами поставить в плане как бы возмутителя спокойствия. Но я думаю, что просто так фунт сегодня в покое не оставят. Да и в целом, друзья, мы сейчас конечно же подведем итоги мощнейшей динамики последних трех дней. Но забегая вперед, хочу сказать, что мой ориентир и мои ожидания по тому, что британская валюта все-таки будет котироваться ниже планки 1.30, все эти ожидания по-прежнему актуальны. Я надеюсь, что кто-то из вас самостоятельно покопался в фундаменте, разобрал ситуацию с этим циклом трехдневного голосования и пришли к выводу аналогичному моему, то что политическая неопределенность, она остается на очень высоком уровне. И сам факт продления сделки, за что вчера проголосовал парламент, это совершенно не, скажем, тот базис, который в конце концов может привести к тем условиям, которые устроят всех условиям так называемого мягкого выхода Англии из состава Европейского союза. Про это мы еще говорить пока не будем, друзья. Я не знаю, насколько именно перенесут сроки, допуская, что, возможно, это вообще уже станет вечной темой, и все мы очень сильно состаримся, прежде чем официальный выход Англии из состава ЕСа сохранится. Ну, реальность такова, что мы вынуждены пока что говорить о том, что есть. И на текущий момент, по прошествии уже нескольких лет, ВОЗ, как говорится, и дни нет там. Англия член Европейского союза, ну, может быть формально, но в то же время ни о какой автономии мы сейчас не говорим, потому что парламент и правительство никак не могут найти общий язык и согласовать то, что устроило бы всех. Отсюда и основной аргумент лично для меня, почему фонда вообще не стоит рассматривать с точки зрения длинных позиций. Ну, ладно, немного отвлеклись, давайте посмотрим, что у нас на повестке текущего торгового дня по содержанию экономического календаря. Я предлагаю, прежде всего, сегодня обратить внимание на данные по инфляции в 13.00 по московскому времени они выйдут. Это данные по инфляции еврозоны. Очень важный релиз. Я несколько раз на этой неделе уже говорил о том, что на него обязательно нужно будет сделать ставку, потому что даже если в моменте мы не увидим какой-то интересной динамики по евро, а в валюте этого отчета будет достаточно для тех же самых медведей. Ну, в принципе, для нас с вами, надеюсь, если вы разделяете такую же позицию, как и я. Для того, чтобы сохранять ставку на оснижение курса, собственно, евровалюты, это ставка на короткую позицию, исходя из того курса монетарной политики, который проводится. Этот курс монетарной политики характеризуется мягким режимом. Данные по инфляции – это еще один важный компонент, отвечающий на вопросы, что может произойти с политикой дальше. Но если у нас слабые ожидания, собственно, по основному показателю инфляции, что и по базовым цифрам, я сегодня прогнозирую, что мы увидим все-таки базовую инфляцию на уровне целых 0,9% ниже единицы в моменте, да и долгосрочно. Это станет хорошим аргументом в пользу того, чтобы короткие позиции и дальше, друзья, мы удерживали. После этого посмотрим за американской статистикой в 16.15 – это данные по промышленному производству, в 17.00 – еще и Мичиганский индекс, оценки потребительского доверия и замыкать день уже будет отчет Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов в США. В последние недели мы работаем с тенденцией их снижения, снижения нефтяных буровых. Это становится для нас такой легкой идеи поспекулировать на теме того, что не будет ли из-за этого снижаться объем нефтедобычи в США. Ну и в конце концов эту тематику мы с вами выводим и интерпретируем, скажем, в качестве еще одного фактора поддержки для котировок нефти. Вот на этой ноте я предлагаю перейти непосредственно к нефтянке 67.18. Это закрытие вчерашнего дня 67.22. Это то, где мы видим котировки на данный момент. Очень хорошие шансы были в рамках вчерашней сессии закрепиться уверенно выше 68 и даже претендовать на движение в район 70. Вот оценивал большую часть новостного фона я с энтузиазмом, потому что сначала у нас вышел доклад от ОПЕК, который сообщил о том, что производство нефти в рамках стран ближневосточного картеля в прошлом месяце снизилось до 30-55 миллиона баррелей. Фактически речь идет о снижении на 220 тысяч. А львиная часть этого снижения пришлась на Венесуэлу и Саудовскую Аравию. В частности, в Венесуэле объем добычи снизился почти на 150 тысяч. Все мы прекрасно понимаем это следствие санкций со стороны США. В Саудовской Аравии производство нефти снизилось на 86 тысяч. До этого, друзья, у нас был блок данных по запасам нефти в США и не только нефти, нефтепродуктов. Мы на этом очень хорошо выросли. Запасы нефти снизились на 3,9 миллиона. Мы с вами уже фактически убедились в том, что будем и дальше работать с тенденцией снижения запасов, то есть аналогичных цифр, цифр, которые должны оказывать поддержку для стоимости черного золота. И объем нефтедобычи в Штатах снизился также на 100 тысяч. Это фактор поддержки. Весь этот позитив был перечеркнут одним простым заявлением и новостью от Бломберга о том, что переговоры между президентами США и Китая, так долгожданные в рамках этого месяца, во Флориде они должны были состояться буквально через неделю, перенесены. И перенесены на неопределенный срок. Бломберг полагает, что даже если они и состоятся, то не раньше, собственно, апреля. Довольно странно было услышать и увидеть такие сообщения, столкнуться с такой новостью, потому что периодически мы видели отдельные комментарии заявления президента США о том, что переговоры проходят в крайне конструктивном русле. То есть он буквально еще месяц назад готовил нас к тому, что вот на встрече, представящейся со Си Цзиньпином, то есть встреча, которая должна была пройти в этом месяце, будет подписано соглашение. И оптимисты, конечно же, ставили на это. Я допускал, что, скорее всего, так просто из этой ситуации мы с вами не выберемся. И вот в данном случае эта новость снова испортила настроение, потому что раз нет надежды на скорое достижение соглашения, друзья, то значит мы снова с вами варимся в том же самом котле политической и экономической неопределенности, рассуждая о том, что если соглашений вовсе не будет, то тогда мировая экономика окажется с теми же самыми проблемами, которые до этого обеспечивали ее или стали причиной потери для нее импульса экономического роста. Сейчас, друзья, ситуация неопределенная, но я думаю, что раз все равно котировки держатся выше 67, раз мы только лишь гипотетически рассуждаем о том, будет ли соглашение или нет, все-таки лучше, конечно же, больше цепляться за цифры и факты, которые в данном случае создают условия для восстановления цен на них. Поэтому цель в 70 в районе 70 долларов за баррель по Brent, эта цель по-прежнему актуальна. Из других финансовых инструментов, не буду я сейчас долго на них останавливаться, потому что за день ситуация особо не изменилась, доллар-иена 111.66, друзья, по статистике заявки на пособие по безработице, ну, слабые цифры, не такие, как мы видели неделю назад, 229 тысяч обращений, продажи новых домов снизились на 6,9%, сегодня у нас промпроизводственный мичиганский индекс допускает, что статистика в целом также разочарует. Да и в рамках этой недели у нас были цифры по индексу цен производителей и инфляции, не такие, как могли бы быть, если бы, скажем, на рынке сложился бы позитивный фундамент, убедивший трейдеров делать ставку на рост американского доллара. Ну, если статистика для вас ничего не значит, она вам неинтересна, и, возможно, у вас есть какой-то собственный, такой макроэкономический стержень, на который вы обращаете внимание, ну, надеюсь, вы не будете спорить с тем фактом, что перенос сроков встречи между лидерами Китая и США – это негативный фактор, который будет больше способствовать спросу на инструмент с более выраженными защитными свойствами, это иену. Поэтому доллар-иена остается у нас в качестве сделки нашего портфеля с приоритетом сохранения продаж. Австралиец против доллара лоу вчерашнего дня 0,7039. Мы снова не дотянули до цели 0,70, но я думаю, что давайте дождемся. Ее видно, что медведи стараются все-таки вернуть австралийца к этому рубежу. Я думаю, что пройдет еще совсем немного времени, и мы увидим тест этой поддержки. В частности, распродажи большей части вчерашнего дня были связаны с выходом слабых данных по промышленному производству Китая, которые показали, что промсектор сейчас на минимуме за последние 17 лет – это еще один камень в огород слабой китайской статистики. Евро против доллара. Друзья, сегодня ждем данные по инфляции. Я думаю, что вы все уловили те посылы, которые я старался транслировать вам в плане того, что слабая статистика. Еще одно подтверждение все-таки вялой инфляции, отсутствие высоких инфляционных ожиданий. Это будет причиной, из-за которой политика Европейского Центрального Банка будет оставаться как минимум настолько мягкой, как сейчас. Хотя мы уже немного изменили формулировку с мягкой на беспрецедентно мягкую, потому что в конце концов сам Европейский Центральный Банк позволил нам это сделать, запустив новый раунд операции долгосрочного рефинансирования. Поэтому на контрасте здесь продолжаем торговать политикой Федрезерва и ЕЦБ. Все-таки даже несмотря на то, что в этом году темпы повышения ставок будут довольно сдержанными, мы понимаем, что ставки все-таки повышаются. И это очень сильно контрастирует опять же с действиями, которые сейчас предпринимаются со стороны Европейского Центрального Банка. Я жду евро-доллар в районе отметки 1.10-1.11. И даже не знаю, что может заставить меня, если такой вообще фон, заставить отказаться от таких ожиданий. Фонт против доллара, друзья, 1.32 на 40. Пока что курс стабилизируется, но я думаю, что сегодня движения еще будут под закрытие торговой сессии. В частности, вчерашний день в ходе голосования стало ясно, что парламент проголосовал за продление 50-й статьи, то есть инициирование официального выхода Англии из состава Европейского Союза за пределы, скажем так, 29 марта. За это проголосовали 412 депутатов против 202, которые считали, что сроки продлевать не стоит. И вообще нужно уже закругляться с этим и инициировать официальный выход и закрывать эту тему. Я, в принципе, наверное, поддержал больше такой сценарий. Ну а с другой стороны, друзья, если мы по-прежнему с вами будем иметь возможность заговорить о Brexit, это значит, что на рынке сохранится фактор неопределенности, значит и волатильность будет хорошая, волатильность нас интересует, потому что мы все-таки спекулянты. Моя позиция по фунту прежняя. Я жду снижения, потому что уверен, за то время, которое сейчас вроде бы как выиграл парламент, ничего не, а точнее правительство Англии, ничего не изменится. И парламент все равно не поддержит ту сделку, которую ранее ТРСМС согласовала с Европейским Союзом. Доллар канадец 1.3306. Я по-прежнему не оставляю цель по доллару канадцу 1.35. В частности, выступление Каролины Вилкинс, заместителя управляющего банка Канады, завершилось несколько часов назад. И как и ожиналось, она очень много говорила про внешние риски, связанные с потенциалистской политикой США и неопределенностью в отношениях США и Китая. Она очень много говорила о краеугольной проблеме канадской экономики. Это очень высокое задолженности домохозяйств. Сейчас соотношение долга к доходу домохозяйств составляет 174%. Ну, это, конечно же, для канадской экономики какой-то нонсенс. Поэтому я абсолютно согласен с посылом того, что первое полугодие для Канады будет очень слабым. И, в конце концов, это будет сдерживать банк Канады, тормозить их активность в отношении роста процентных ставок. Поэтому я думаю, что на канадца ставку лучше сейчас не делайте, друзья. И, разумеется, ждать пару в связи с этим доллар канадец поближе к уровню 1.35. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошего вам закрытия недели. Замечательных выходных. И увидимся, как и всегда, в понедельник. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok